такая небольшая йога для офиса работая с ответами своих пациентов и просто слушателей канала есть типичные вопросы почему они возникают потому что когда вы первый раз воспринимаете информацию или с чем-то сталкивается с йогой с дыханием вы воспринимаете это на одном уровне а когда начинаете практиковать у вас восприятие меняется и вы начинаете сдавать более осознанные вопросы но и соответственно начинаете воспринимать делать уже более правильно первое о чем я хочу сказать о том что он о подвижности если мы сидим у нас сидящий рабочий день но принципиально мы работаем в офисе мы не работаем на земле вот правило что можно походить час в день пять километров и ваша физическая форма будет в порядке хочу развеять этот миф нет не будет в порядке в течение дня вы должны заниматься циркуляцией вот этого межклеточного вещества заставляет межклеточную жидкость двигаться помогать сердцу своими крупными мышцами постоянно это не компенсируется конечно хорошо если вы ходите там после работы возвращаетесь домой пешком активно в течение рабочего дня вы тоже должны что-то делать потому что вот эта межклеточная жидкость это первая ткань которая образуется которая образуется у нас из которой образуется лимфа вот мы едим и у нас образуется эта раса межклеточная сейчас все сходят с ума по поводу вот этого межклеточного матрикса и у стаупаты и традиционные нутрициологи вчера у нас люди нутрициологов это конечно хорошие ребята такие вдохновленные вот и постоянно работать с циркуляцией нужно в течение дня не спасают ходьба там раз в день не спасают к сожалению что мы можем предпринять мы можем сидеть в аджрасне это лучшая поза для циркуляции если я в офисе я же не могу сидеть в аджрасне поэтому я подгибаю сначала одну ногу и вот сижу работаю при этом конечно желательно чтобы вы периодически проверяли положение плеч своих положение головы чтобы ваша голова периодически все-таки была на уровне плеча ухо на уровне плеча то есть пожалуйста не сидите в офисе постоянно в вынужденной позе конечно рекомендовано если вы долго сидите за компьютером вообще лежать на животе и работать на животе но вот сидеть вот так на одной коленке до тех пор пока у вас не затекла нога может простучать крупные мышцы хорошо погладить коленку потому что здесь проходят очень важные меридианы и желудка и ну и меридиан почек и здесь вы работаете с мармами стопы да то есть его вы можете стопу пятку положить в промежность прям вот там где анус и сидеть вот так работать посидели столько сколько у вас нога не затекла поменяли ногу и вот так постоянно в течение дня вы меняете ногу развиваете работаете с мармами развиваете гибкость улучшаете циркуляцию в тазу и вот так постепенно меняете менять я уже не говорю о том что вы можете сделать всегда пальчиковые упражнения для меридианов для шеи да то есть для ручных меридианов вот они очень простые можно покрутить кулачками с прямыми руками да можно туда сюда пока руки не устанут вот так вот видите я не просто кручу кулаками они у меня сомкнуты вот так вот можно поставить руки на плечи и смотрите я соединяю ладони сзади и соединяю делаю круг и соединяю ногти спереди вот так сзади спереди сзади спереди и назад это немножко сложнее чем просто вот да вот такие движения то здесь вот вы больше усилий вы больше упрямляетесь и вот в офисе пожалуйста опять поменяли ногу у вас затекла и дальше пошли вот такая офисная йога и проверяем положение головы напоминаю вам что делать вращение головой можно только из той позы когда у вас ухо над плечом то есть если у вас голова вперед и вы начинаете там что-то вращать будет ущемление если у вас голова расположена сначала выставляете позу большие пальцы назад лопатки прижали плечи опустили голова взгляд направлен наверх опустили ладошки вниз опустили ручки вот ваши правильные вот и пожалуйста вот здесь вы можете ухо наверх с дыханием ухо наверх сейчас поделайте вместе со мной это очень простые это именно офисная йога йога все сейчас называют все модным словом йога мы просто соединяем движение дыхание ритм потом ухом вперед как будто вы прислушиваетесь к чему-то ухом вперед медленно спокойно и глаза можно завести еще больше назад напряжение сделать глаз не просто ухо вперед а глаза еще назад если вы хотите покрутить головы если у вас нет грыж и вы хотите например слить какие-то эмоции вот сейчас прям вот сейчас вот они у вас накопились и вам нужно их как бы слить воспоминайте свою пачню прям вот ее настраивайтесь вы сейчас будете в нее выливать свои эмоции но для этого нужно сделать хороших брастрик штук двадцать вдох выдох животом живот наружу внутрь наружу внутрь штук двадцать смотрите такую гипервентиляцию создаем вдох зажали малабанху и смотрите у нас голова вертикальна то есть я никуда не могу и начинаем вращать на задержки дыхания задержки вдоха когда воздух закончился спокойный выдох и вы выдыхаете прям вот это окружение вращение вот в эту ажню и все свои негативные эмоции вот так можете два-три раза делаем обязательно сидя потому что голова может загружиться вы можете упасть я вам показываю офисные варианты вот офисные совершенно офисные варианты голова к плечу вот так покачали раз-два здесь случае шеи важно количество повторений не какая-то амплитуда а количество повторений если вы будете в течение дня несколько раз это делать то тогда у вас отечность лица и ну так далее и тому подобное будет лучше поэтому все вот эти комплексы можно делать в офисе пожалуйста вот я с вами разговариваю я сижу у меня стопа в ванусе в промежности и я занимаюсь йогой вот активизации марма который я в обычной жизни конечно можно еще поработать в лавандхой да на вдохе на выдохе много возможностей если вы особенно посещаете йогу клуб то вы можете оттуда взять какие-то упражнения но вторую вторая большая тема это соединение движения и дыхания нам во время йоги нужно естественное дыхание что такое естественное дыхание это дыхание в вашем собственном ритме когда вы следуете за своим дыханием о чем это что в группе кто-то дышит быстрее кто-то медленнее кто-то уже на практикован кто-то мало занимается вот вы должны начинать асану или ну какое-то какое-то действие даже тот же самый вдох тогда когда он хочет начаться вот сейчас положили левую руку на грудь правую руку ниже рука и ждем когда у нас наступит вдох ничего не делаем расслабляем грудную клетку расслабляем плечи прямой позвоночник ждем вот наступает вдох если мы расслаблены вдох неминуемо наступит при помощи диафрагма если мы напряжены мы будем вдыхать и будем дыхать неправильно некоторые называют это поверхностным дыханием но так услышали это не поверхностное дыхание это естественное дыхание потом его можем усложнить но сначала нужно освоить вот это на вдохе вы вдохнули живот вперед а таз немножечко назад копчик и ждем когда наступит наш выдох наступим выдох делали выдох копчик вперед и опять ждем и вот таком ритме естественного дыхания делаем вот эту качалку тогда чистота дыхательное движение у вас резко понизится и вы будете не гипер вентилировать себя а у вас будет концентрацию углекислого газа повышаться до того чтобы правильно раздражать дыхательный центр у вас будет расширение сосудов нормализация соотношение симпатики парасимпатики то есть у вас будет нормализовываться процессы вегетативной работы вегетативной нервной системы если вы будете двигаться в ритме своего дыхания если вы позволите своему телу дышать в том ритме в котором он хочет но это описано в одной из медитаций шива он в тантра йоги описывал это вторая такая практика когда мы наблюдаем паузу после вдоха и когда мы практикуем кумбхака пранаяны даже не кумбхака это все задержка в кумбхаке тренируем там есть много уровней есть кумбхака на вдохе кумбхака на выдохе но вот чтобы к этому перейти на йога терапии нужно сначала научиться увидеть эту паузу увидеть что мы вдыхаем раньше чем мы хотим и выдыхаем раньше чем мы хотим и вот позволить этому случиться и вот такой качалке вы можете покачаться вот видите я сижу сейчас в аджарствании могу сделать вдох сделать выдох у меня уже спинномозговая жидкость циркулирует немножечко по-другому мое настроение дыхание изменяется и третье тем кто заботится о себе серьезно конечно хорошо бы поработать с животом то есть мы если мы не можем ходить по офису там не знаю прыгать бегать у нас нет спортивного зала вот мы сейчас поработаем с животом цикл у дьяна вак также пожалуйста сидя вот я сижу по ваджрасане работаю с крупными мышцами бедра смотрите мы делаем 20 как в абхате выдох 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 и держим и так 5 циклов подряд поехали выдох 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 на выдохе убрали живот под ребра распрямились я ну я говорю поэтому я не могу кстати выдохнули убрали живот отпустили живот спокойный вдох спокойный выдох убрали живот отпустили живот спокойный вдох спокойный выдох 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 и будем выдыхать выдох 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 и Убрали живот. Спокойный вдох-выдох и отследили свои ощущения. Вот всего лишь таких пять циклов, если вы к ним будете, вот сколько мы сейчас сделали, да нисколько. Мы двадцать раз сделали у КПЛО Бхати и пять вот таких задержек, пять циклов. Если вы к ним будете обращаться в течение дня, вот сейчас отследите свои ощущения, что руки стали сразу теплые, вот все как-то так вот повеселело в голове. Вот вы можете такие, если у вас вдруг сахарный диабет, излишний вес, то вы можете до двадцати раз в день так делать. Это значительно понизит прием сахаросжигающих препаратов. Вот будьте, пожалуйста, внимательны к своей циркуляции, не забрасывайте ее. Это невозможно. Я призываю также студентов, которые сидят, учатся, нужно прерываться раз в час, подходить к окну, смотреть в окно, расслаблять свое зрение, смотреть вдаль, отрываться от компьютера обязательно. И вот это упражнение боится, когда вы на точку смотрите и вдаль, вы можете смотреть на кончик носа и вдаль в окно, на кончик носа и вдаль, хотя бы пять, так шесть раз. Потом поморгали, 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 растерли, растерли ладошки и привожили такой пальминг, сделали отдохнули, дали отдых своим глазам. Один раз поработали, раз в час поработали шеей, раз в час поработали животом. И периодически сидите в аджрасане. Я вас умоляю, пожалуйста, делайте, не купите свое здоровье. Невозможно наверстать сразу, вот вы даже будете много заниматься йогой и не будет результата, потому что когда вы начинаете практиковать, вы находитесь в гипервентиляции. Вы все равно во время упражнений часто дышите. И пока вы надышите, то количество, тот метаболический субстрат, пока ваши митохондрии, наши метаболические станции клеток перестроятся на определенный, на другой энергетический обмен, пока наш дыхательный центр среагирует на другую концентрацию газа в крови, пройдет даже, может быть, несколько лет у кого-то, потому что чувствительность дыхательного центра будет разная. И митохондрии перестраются по-разному. Например, у меня повышена вата, я очень часто начинаю все сначала. Знаете, вот занимался-занимался, и только опять все сначала. Но вот такое бывает. И, пожалуйста, занимайтесь ежедневно, ежечасно. Тогда вам не придется что-то потом мучительно от себя отскребать или что-то такое создавать в теле экстренно. И не надо будет экстренно бороться с болезнью. С вами была Дмитриева Ольга. Приходите на йога-терапию. Это очень интересно. Намасты. Продолжение следует...